Мир вам, дорогие братья и сёстры! Сердечно всех приветствуем в этот вечер любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы рады приветствовать, кто сегодня слушает нас и смотрит. И сегодня будет у нас служение с участием хора Агапы. Давайте попросим Божьего благословения на это служение. Склонимся для молитвы. Небесный Отец, мы с души Тебя сердечно благодарим Ислаем за эту драгоценную возможность и в этот летний вечер собраться вместе, Господь, уже второй раз для поклонения Тебя нашему Господу. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы хранимы Тобой на путях нашей жизни. Господь, Твоя невидимая заботливая рука сопровождает нас всегда. Слава Тебе, Господь, что мы имеем всё здесь, в этой стране для жизни и благочестия, можно свободно приходить и молиться Тебе нашему Богу, слушать Слово Твое, общаться, Господь милосердный. И Ты знаешь, что сейчас происходит в этом злом, развращенном мире, который лежит возле. Со времён Иисуса Христа нашего Господа, милосердный, мы просим Тебя, дарим нам быть всегда благодарны Тебе за мирное небо, за тишину в нашем городе, за благословение, которое мы имеем, Господь. Это всё от Тебя, забота Твоя о нас. Не знаем, сколько это ещё продлится, Господь, но дарим нам быть благодарны каждый день Тебе, нашему Богу. Помоги нам сегодня в этот вечер прославить Тебя. Господь, будь Ты провознесён в песнопениях наших хористов, в словословиях и молитвах детей Твоих. И говори нам сегодня через слова святого откровения Твоего. Господи, мы просим Тебя, благослови и нашу дорогую молодёжь, которая сейчас, возможно, находится часть молодёжи в пути, кто находится на отдыхе сейчас, кто в отпуске, пусть милость Твоя будет над народом Твоим. Мы молимся Тебе в этот вечер о больных, одиноких, престарелых, слабеньких, кто не имеет возможности быть сегодня в Доме Твоём, и кто смотрит нас, Господь, в каких-то странах. Мы благословляем их святым именем Твоим и верим, что через это мы имеем общение друг с другом и с Тобою. Благослови, Господь, милосердный, и также народы Украины и России. Ты знаешь, Господь, что там творится. Мы просим Тебя, пусть Твоя божественная милость, Господь, сжалься над ними, прости, Господь милосердный, вмешайся в эту ситуацию, дорогой Иисус. Останови, так, кровопролитие страшно, когда невинные люди погибают. Господь, да будет милость Твоя над ними. Благослови и наш город, который к нас присоединил, и нашу страну, и нашему президенту. Доруй мудрости от Тебя, Господь, чтобы Он действительно имел страх Твой, святой, и Тебе, единому, живому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, дабудь честь и слава, величие и поклонение. Отцу Сыну, Святому Духу. Аминь. Дорогие, мы споем молитвенный гимн «О имя Иисуса нам, так сладостно оно». О имя Иисуса нам, так сладостно оно. Соседичься, селит сердце, от Бога в нем дало. Тебе, мы сладостно оно. Тебе, мы сладостно оно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 закончил семинарию, получил мастерс дегри, богословие, все, пришел в церковь, сел и слушает, ну, проповедник говорит, он начинает сразу рассуждать о том, вот, все-таки план его проповеди, ну, он не соответствует, ну, не говорит он тему свои, не говорит подпункты свои и так дальше, как он проповедовал, он все находил одно и другое, потом он думал себе, что если бы вот меня поставили, вот, я бы по-другому сказал, и когда он уже устал, говорит, там у нас нет, но во многих американских церквях есть дырочки такие сзади, карандаши или ручки ставят, и он обратил внимание, там какая-то бумажка скрученная такая была, но он так мучился, достал ее все-таки, и там что-то написано было, и что вы думаете, там написано было, по-английски там было написано, написано было так, you stupid, put it back and listen to a preacher, ты глупый человек, положи это на место и слушай проповедника, и вот это изменило его жизнь, у нас таких, конечно, нет, но я понимаю, что не всегда легко удержать внимание слушателя, вы знаете, братья и сестры, я прошу, я всегда так думаю, что когда Слово Божие читается, чтобы мы были внимательны, или если мы согласны, говорите аминь, так Слово Божие говорит, если, может быть, вы не согласны с проповедником, но то, что Слово Божие говорит, она да, воистину так. Вернемся к нашему тексту, апостол Павел писал в эфесской церкви, и здесь я хочу, чтобы перед нашей молитвой рассуждать о молитве апостола Павла, в этом послании к эфесинам он два раза молится, или пишет в своем послании, о чем он молится. И хотелось бы, чтобы, размышляя, хотя у нас нет так много времени, но чтобы мы основное так посмотрели, что он хотел сказать эфесской церкви, чтобы было предметом их молитвы, потому что очень важно, мы часто в наших молитвах обходим землю, а вот то, что Слово Божие говорит, то, о чем мы должны обратиться к Богу, мы как-то упускаем или забываем. Поэтому очень важно, чтобы мы были внимательны. Христос сказал, что наблюдайте, как вы слушаете, потому что то, что он оставил записано, это имеет очень большое значение для моей и вашей жизни. Поэтому с 15 стиха мы прочитали, он говорит о том, что «посему я услышал о вере вашей во Христа, Иисуса, и любви ко всем святым». Вы знаете, что они отличались сначала, эфесская церковь этим, и это верующие были, все написано было верующим, хотя мы знаем, что впоследствии в Откровении написано немножко печально о них, что они утеряли вот эту первую свою любовь к Господу. И апостол Павел переживал о верующих, поэтому он им пишет, для того, чтобы они могли понимать, что должно наполнять ихнюю молитвенную жизнь, особенно когда они собираются вместе. Почему это очень важно делать? И он, во-первых, говорит, что он благодарит Бога за них, благодарит Бога за них и вспоминает в молитвах. И дальше, 17 стих, он говорит, чтобы Бог. В румынской Библии, если я буду говорить об этом, это мой язык, на котором я произнес первые слова и первую молитву. И мне очень помогает, когда я могу или на русском, румынском или английском просмотреть. И вот в румынской Библии 17 стих начинается с того, что он говорит «И я молюсь Богу». Конечно, это тоже здесь в этом же смысле, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, там прямо написано, что «Я молюсь Богу о том, чтобы Отец славы дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Первое, о чем он призывает верующих, он молится, чтобы верующие также об этом молились, это чтобы они познали Бога. Опять мы говорим, что он пишет верующим. И как-то вроде бы звучит это «Церкви пишут, и они верят Бога, но почему-то они должны молиться о том, чтобы они познали Бога». Оказывается, что верить в Бога – это недостаточно. Мы знаем, что вообще, я так считаю, что нет людей на земле, которые вообще не верят. Даже атеисты, которые считают, что они не признают Бога, почему они борются против того, что они не верят, это немыслимо. А все те, которые верят в Бога, ну, Яков говорит, что и бесы веруют и трепещут, но мы не будем об этом говорить. Но почему нам нужно молиться о том, чтобы нам познавать Бога? Апостол Павел писал также Коринфянам, 15 глава, 34 стих, он говорит, что некоторые из вас не знают Бога. Не все, но некоторые из вас не знают Бога. Почему он определил, что некоторые знают, а некоторые не знают Бога? Это все относится к нашей практической христианской жизни. Насколько мы в нашей жизни предоставляем место Богу и его заповедям быть исполненным в нашей жизни, настолько мы показываем познание о Боге, насколько мы знаем Бога. Потому что без познания Бога мы знаем, что очень часто люди задают такие вопросы верующие, которые, казалось бы, что они давно должны были это знать. Но оказывается, что это зависит от каждого человека в отдельности. Каждый человек должен пристать пред Богом и говорить это Богу, просить это у Бога. И безусловно, опять все то, что мы сегодня говорим, это относится, можно сказать, что центральная личность, это является Иисус Христос. Хотя в самом начале он здесь говорит о том, что Бог предопределив или Он избрал сначала нас прежде создания мира. Во Христе Иисусе Он усыновил и искупил, а Духом Святым Он запечатлел. И практически послание к Ефесянам это объяснение о церкви. Если кто не понимает жизнь церкви, строение церкви, служение и взаимоотношения членов церкви, прочитайте хотя бы 20 раз послание к Ефесянам. Оно очень помогает. И Павел молится о том, чтобы верующие могли познавать Бога. И некоторые скажут, да как можно познать? Я думаю, что в нашем собрании есть люди, которые зададут этот вопрос. Как можно познавать Бога? В послании к Римлянам 1 глава 19-20 стих апостол Павел также говорит о том, что можно знать о Боге открыто для них или ясно для них. Бог ничего не скрывает. В Боге все ясно и в Боге все открыто. И все то, что Он хочет открывать людям, Он открыл это в Своем Святом и Божественном Слове. И единственное, что остается для меня и для вас, чтобы мы открывали это Слово Божие, читали его каждый день и размышляли над этим Словом Божиим. И Бог открывается нам в Своем Святом Слове. Какой наш Бог? Мы знаем, что можно много о Боге говорить. Каков Бог? Во-первых, Он всемогущий, вечный, вездесущий, превыше всего, многомилостивый, долготерпеливый. А дальше вы можете сами продолжить. Но это только название Бога, если я их не понимаю для моей жизни, если я не испытываю на себе в своей жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы могли в молитвах наших, может быть, это будет предметом чьей-то молитвы сегодня, чтобы познавать Бога. Наряду с тем, что мы верим Богу или верим в Бога, нам нужно познавать нашего Бога. В стихе 18 Он молится о том, чтобы верующие могли познать богатство славного наследия Его. И здесь еще больше вопросов может возникнуть у каждого из нас. Мы знаем, что каждый живущий на земле понимает, что он является цепочкой своих поколений. Некоторые люди следят за этим и знают, некоторые внимания не обращают, но тем не менее есть какое-то наследство. Есть наследство материальное, есть наследство нематериальное, духовное или ценности, какие мы говорим, что они не измеряются деньгами. И вот то, что Павел хотел от верующих в Эфесе, чтобы они понимали, что 4 стих говорит, так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создание мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И здесь Он подчеркивает о том, что все богатство, оно заложено во Христе, потому что Бог определил через Иисуса Христа спаси весь род человеческий. не было или нет иного имени под небом написано. Он есть тот, который является Богом, сошел на землю, воплотившись для того, чтобы жить как человек и показать людям, каким образом нужно жить. И мы знаем, что Бог и Сам много обещал или давал обетований народу своему. Я хотел бы обратить внимание на одно очень важное наследие, богатство наследия Божие, которое мы можем пользоваться Божьими обетованиями. То, что Бог обещал, они всегда исполнятся. Что обещал, мы поем, то Бог исполнит. И это незыблемо. И мы должны этому верить и довериться Богу и молиться, чтобы Он помог в нашей жизни воспользоваться. Петр говорит во 2-м послании, 1-я глава, 4-й стих, что через Него нам даровано великие и драгоценные обетования через Иисуса Христа. И во 2-м послании, 1-я глава, 20-й стих, Павел пишет, что ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем, аминь. И мы знаем, что в нашей жизни мы многое хотели бы, чтобы иметь от Бога. Мы хотели бы, чтобы в любой момент, когда мы в чем бы не нуждались, мы могли просить у Бога и чтобы Он нам дал. И я думаю, что не только думаю, я так видел в жизни, что очень многие верующие разочаровываются, когда они не получают просимые. и очень много, как говорится, конфуза бывает или недопонимания, почему так происходит в жизни. И мы забываем о том, что Бог слышит молитвы, но только не на все молитвы Он отвечает, и на все молитвы Он отвечает положительно. Иногда Бог говорит «да», иногда Бог говорит «нет», а иногда «подожди». Но мы всегда спешим, мы всегда заняты и хотим в нескольких словах высказать Богу и убежать. У нас нет времени для того, чтобы стоять перед Господом, для того, чтобы ожидать. Как Давид говорит «я предстану и буду ожидать». Нам нужно ожидать для того, чтобы эти Божьи обетования, они могли исполниться, потому что в этом заложено богатство, его наследие для нас. В этом отличается народ Божий от всех остальных народов. Мы в нашей жизни встречаемся или встречаем все то, что многие люди на земле, но разница только в том, как мы переносим это, каким образом. Поэтому мы должны помнить всегда, что Бог, если что-то дает, дает, то он назад не забирается. Знаете, я хочу этот пример сказать, потому что слышал однажды, брат говорил, что человек исцелился, а потом пошел к врачам, и Бог как бы забрал у него назад. Нет, братья и сестры. У Бога да, да или нет, нет. Бог просто не так, как человек или ребенок. Не понравился, забрал свои игрушки и ушел. Нет, нет. Бог таким образом с нами не поступает. Если Бог дает, то он дает. Только он будет с каждого из нас спрашивать, потому что за все то, что мы получаем от Господа, мы должны давать отчет нашей жизни. Это придет время, когда я и вы должны пристать пред Богом и дать отчет за все то, что Бог давал нам на протяжении нашей жизни здесь на земле. В 19 стихе он говорит, чтобы верующие могли познать могущество державной силы Его в нас. Познать могущество Его и державной силы Его в нас. Все хотели бы быть сильными в вере. Я не думаю, что есть такой человек, который хотел бы колебаться в вере своей или сомневаться. Все хотели бы быть героями веры. Но, к сожалению, герои веры не все. Как один человек сказал, что на подвиг идут только единицы. Большинство на подвиг гонят палкой. И вот только тогда, когда начинается Слово Божие, которое обличает, которое касается, тогда только бывают люди делают какие-то шаги для того, чтобы укреплять свое духовное состояние. И мы знаем, что Слово Божие вообще говорит, мы в послании Каримфа 1 глава 26-28, что Бог избрал немощное, чтобы посрамить сильное. И здесь опять-таки зависит от того, насколько мы предоставляем себе Богу для того, чтобы эта державная сила Его, она исполнена была в нашей жизни. Мера благодати, которую мы получаем, зависит от того, насколько мы расположены. Сегодня брат утром говорил, что послушание является результатом Божьих благословений и всего того, что мы хотим иметь в нашей жизни. Но, к сожалению, у нас не всегда так получается или мы так, как хотели бы, чтобы это было. Но тем не менее, вот сегодня для нас вновь и вновь Слово Божие напоминает, что мы должны об этом молиться. И апостол Павел также молился в свое время, имея недостаток в плоти своей. В 2 послании 12 глава 9 стих. «И Бог сказал ему, что для тебя довольна моей благодати». Мы знаем, что есть многоразличная благодать Божия. И мы обычно привыкли воспринимать благодать Божию только как незаслуженный дар. И нам это очень приятно. Конечно, приятно. Я слышал однажды такое разъяснение, оно мне понравилось. Один брат сказал так, что благодать – это сила свыше, способствующая человеку жить свято, или дающему способность жить свято. Сила свыше, дающая способность жить свято. Это другая сторона или действие многоразличной благодати Божией. И апостол Павел это понял в своей жизни, потому что в своих взаимоотношениях с Богом он был очень откровенен. Но мы в нашей жизни знаем, что не всегда так получается, и не всегда мы можем доверить Богу нашу жизнь. А самое большее, конечно, чтобы мы могли проявить дело веры, чтобы показать на самом деле, это практически нашей жизни, каким образом сила Божия будет проявляться в нашей жизни. И это очень важно, потому что мы должны помнить, что это должно быть предметом нашей молитвы для того, чтобы вот эта державная сила Его было и в нашей жизни. И, наконец, 20 стиха по 23 он говорит о том, чтобы они познавали Христа. Познавать Христа, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Это о державной силе Его, которая проявлена была. В румынском переводе там написано, что она во всей полноте проявлена была в Иисусе Христе. Это державная сила Его выражена была тем, что Он воскресил Его из мертвых. Сила воскресения Иисуса Христа, она заключается в непорочности, в святости, в безгрешности, потому что в этом и заключается, что это святая жертва, непорочная жертва, принесенная за все грехи человечества. И всякий раз, когда мы вспоминаем о вечере Господней, мы вспоминаем смерть Господней, вспоминаем, что Христос сделал для нас. Но здесь Он говорит о том, что верующим важно понимать, что Он все покорил под ноги Его и поставил Его главою церкви, выше всего. Поставил Его главою церкви или самым большим авторитетом или Господом. И нам нужно понять это, что если Он не является нашим Господом, то как Он может быть спасителем? Потому что Господь – это Тот, Которому мы поклоняемся, Которому мы служим и Который отдаем всю свою нашу жизнь или готовы отдать всю нашу жизнь. И здесь это очень важно. С другой стороны, что все члены церкви должны понимать, что есть порядок. Вот в Иисусе Христе Бог открывает для нас Его божественный порядок, что есть правила, никуда от них не деться. И мы должны соблюдать правила. Не потому, что нас заставляет и мы обязаны это делать, а это должно быть проявление веры нашей. И читая Слово Божие, опять-таки, мы можем понять, чтобы в нашей жизни понять, насколько это важно, чтобы Христос занимал первое место в моей жизни, чтобы Христос занимал первое место в церкви, чтобы мы во всем подражали Христу. Конечно, очень много мест Священного Писания призывает нас к тому, чтобы у нас были те же чувства вани, как во Христе Иисусе, чтобы нам познавать силу воскресения Его, участия, страдания Его и многое другое. Поэтому, приходя или подходя к нашей молитве, я вновь хотелось бы сегодня напомнить, что предметом нашей молитвы пусть будет сегодня познание Бога нашего, познание державной силы Его и Его наследия, богатства Его наследия и познание Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Мне хочется сегодня вам прочесть о радостях всех нас животворящих, о милостях, которым нет конца, о небесах, полях, зеленых чащах. О, как мы все богаты на земле! Бог дал нам воздух, хлеб насущный, зажег свет чистой мысли на лице, всех наделил духовной свободой. Субтитры подогнали Симон. Спаситель всех всех всех, аминь, 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 аминь. Субтитры подогнали Симон. 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 Но я, можно сказать, не хочу строить из этих новостей какую-то картину, которая неопровержима и истинна. Я знаю, что истина только в Слове Божьем. И здесь неопровержимая истина. Да, что-то мы узнаем, да, происходят вот такие действия, военные действия, люди гибнут, дети гибнут, бедствия. На Украине мы сейчас знаем. Но вопрос, почему, почему человек на земле за то долгое время своего существования никак не научится жить по-человечески? Ответ очень простой. Потому что он не научился жить по-божьи. И поэтому он и не может жить и по-человечески. Проблема всех этих проблем, неразрешимых проблем, и их не разрешат политики, ни правители, никто эти проблемы не решит. Проблема в человеке. В человеке живет грех. И все человечество поражено грехом. И этот грех живет вот здесь, в сердце. И Христос говорит, из сердца исходят злые помыслы. Из сердца исходят всякие худые деяния, все, что человек предпринимает отсюда. Могут ли политики решить проблему греха? Нет. Они не могут человека освободить от власти греха. Есть только единственное имя под небом. Это имя Иисуса Христа. И вот Писание говорит, что Бог дал власть превыше всякого имени. Именно Сыну Своему, Иисусу Христу. Несмотря на то, что, конечно, мы понимаем, власти применяют максимум усилий для того, чтобы решить проблемы социальные, материальные. Но что делать с грехом или вот именно с неисправимостью человеческой, они не знают. И предлагают именно, ну скажем, материалисты, считают, что только наука может помочь человека изменить образование и культура. Надо человека учить, учить, и культуры прививать, и он больше культуры, и тогда он, в конце концов, что-то поймет. Но когда задают вопрос, а откуда вообще в человеке столько зла живет, откуда у него столько плохого, иногда больше, чем хорошего, материалисты опять дают простой ответ. Говорит, это пережитки прошлого, от животных перешло. Потому что эволюционисты считают, что человек от животных произошел, и привычки обезьяни к нему привязались, понимаете. И поэтому оно пройдет, оно выветрится. Но не знаю, сколько оно еще будет выветриваться, уже тысячелетия проходит, а оно не выветривается, а наоборот еще увеличивается. Тогда я задаю вопрос. Очень простой можно задать вопрос всем материалистам, эволюционистам, которые верят этой теории. Почему человек делает настолько плохие привычки, которые даже животные не делают? Если вы говорите, что это остаток от животного мира, но это все, конечно, не берет в расчет ни один верующий человек, потому что, согласно Библии, Писание говорит, Экклезиаст, 7 глава, 29 стих, что Бог сотворил человека каким? Правым. Бог сотворил человека, можно сказать, именно таким, каким он должен быть. Он был без зла, без греха. Он имел правильное отношение с Богом, Творцом. Он был правым. Но потом, Писание говорит, что человек пустился во всякие безрассудные помыслы. Человек, который не имеет правильное отношение с Богом, он может опуститься на такую, можно сказать, ступень или уровень хуже животного. И это происходит и с культурными людьми, и с образованными людьми. А культура – это, собственно, просто прикрыться надо, хоть чем-то, чтобы не так стыдно было. Иногда говорят, что, ну, вот такая культура, дескать, мы живем в таком мире, свободном, западном, как угодно называйте. Но, дорогие друзья, человек никак не может избежать ответственности перед Богом. Никак. И первый брат говорил, чтобы мы познавали Бога. Так вот, Бог есть свят. Его все законы, они справедливы, они чисты, и для пользы человека, именно для того, чтобы он правильно, пользуясь этими законами, для его же блага Бог создал все эти законы и заповеди для человека. Но человек отвергает Божьи постановления, отвергает Божьи заповеди и считает себя иногда даже Богом. Собственно, Бог и не против, чтобы человека возвысить до такого уровня. Он тех, которых призвал к себе, нас назвал детьми своими. Мы родились от Духа Божьего, и Бог хочет человека поднять именно вот с такого падшего состояния. Апостол Павел это писал к Ефесянам. Это язычники, это люди, которые не знали Бога. И он им объясняет и говорит «Итак, итак, это значит, давайте рассудим, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необрезанными, которых называли необрезанными». То есть у Бога был свой план для того, чтобы падшее человечество могло знать волю Божию и жить правильно, Бог избирает Авраама. И от Авраама происходит израильский народ, через которого Бог являет свою волю, чтобы этот народ другим народом мог являть волю Божию. Этот народ имел особый знак обрезания как принадлежность к израильскому народу. Язычники этого не имели. Но когда евреи получили обрезание, они стали хвалиться перед язычниками. Дескать, вот мы-то принадлежим Богу, а язычников они вообще считали это вообще не люди. Понимаете? И нужно сказать, что израильский народ в этом сильно заблуждался и неправ. И вообще я бы сказал так, на сегодняшний день вот этот глупый национализм, он губит многие народы. Да, действительно, на земле есть люди разных национальностей, разных обычаев, но во Христе, дорогие друзья, то, что мы имеем преимущество, у нас нет различия. Нет Иудеи и нет Елена больше, так апостол Павел говорит. И мы не должны никогда на этой почве даже мыслить, не то, что делать, а даже мыслить враждебно по отношению другого человека. Даже мыслях не должно у нас быть, кто бы он ни был. апостол Павел видел эту проблему и видел, что израильтяне превозносятся над язычниками и хвалились тем, что они имели закон, они обрезаны. А он говорит, не тот иудей, который по наружности такого, а кто внутренне таков. Иудей мог вносить обрезание, но не жил по-божьему. и нарушал постановление Божие. Было ему от этого польза? Никакой. И другое дело, когда язычники, даже не имея закона, римлянам 2 глава, он говорит, они жили по совести и не поступали правильно. Так вот, этот язычник иногда мог осудить еврея или израильтянина, который, имея закон и такое превосходство, и не жил поэтому. Дорогие друзья, и дальше апостол Павел говорит, мы были без Христа, отчуждены от общества израильского, не имели обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Вот наше положение. Не принадлежали израильскому обществу, не имели никаких обетований, не имели надежды и были чужды. Безбожники в этом мире были чужды для Бога. Но для чего Богу именно понадобилось, чтобы создать этого нового человека из двух одно? Вот израильтянин, верующий или язычник, не имеет значения, какой нации. Писание говорит, Богу приятен всякий человек, который во всяком народе поступает по правде. Богу приятен такой человек, кто бы он ни был, какой цвет кожи не имел, но Богу приятен тот человек, который поступает по правде, который ищет то, что угодно Богу, делает то, что угодно Богу. И вот Бог дал эту великую милость во Христе и Иисусе нам. язычникам. Христу пришлось оставить небо, сойти на землю, умереть на позорном кресте для того, чтобы мы имели это преимущество. И хвалиться нам в этом, дорогие друзья, абсолютно нечем. Нечем. Вы знаете, в христианстве иногда появляется тоже гордость. я баптист в третьем, четвертом, пятом роде и так далее. Мне абсолютно это не имеет значения, в каком роде вы баптисты, но живешь ли ты по-божьему? Имеешь ли ты правильное отношение с Богом? Рожден ли ты от Духа Божия, Дитя Божия ты? И есть ли в твоем сердце желание каждый день своей жизни делать то, что угодно Богу? Никто не может заставить человека жить по-божию, если человек не согласится в своей воле. Не так ли? Братья и сестры, кто годами уже верующий, скажите, пожалуйста, кто вас заставлял, кто ходил за вами, наблюдал или ловил там, где вы неправильно что-то делали? Нет. Если человек не решит в своем сердце не грешить и не делать то, что Богу не угодно, не огорчать его, но жить каждый день своей жизни по-божьему, друзья, никто не заставит его. Сегодня христианство, оно беднее тем, что, называя себя христианами, многие люди не живут по-христиански. Но Писание говорит, что Бог устрояет нового человека и для чего? Для нового мира. Где Бог устрояет этого нового человека? Где он работает с ним? Может, у Бога есть какая-то мастерская особая, где Бог работает с человеком и устрояет его, меняет его сердце, мышление, перерождает его и потом выпускает уже готовый человек. Братья и сестры, где это происходит? Это происходит здесь и везде, где мы живем. Христос о своих учениках молился и просил Отца, говорит, не молю о том, чтобы ты их взял от мира, но чтобы что? Сохранил от зла. Братья и сестры, Бог помещает нас в такие обстоятельства, где Он нас воспитывает, учит, наставляет и проверяет наше сердце. Действительно ли мы будем жить как новый человек или же со всеми старыми греховными привычками и только называясь? Я не знаю, какой смысл вообще называться христианином и не жить по-христиански? Это же никому не нужно абсолютно. И сам себя ты только обманешь. Поэтому Бог помещает нас иногда обстоятельства, которые нам не нравятся. И мы думаем, почему так? Почему так? Когда я должен снисходить ближнему? Когда я должен прощать? Когда я должен научиться любить человека? Когда я должен, может быть, чем-то жертвой для других? И вы знаете, если мы не пройдем этой школы, мы не получим, ну, я образно говорю, мы не получим небесного гражданства. Мы не получим аттестат зрелости нового человека для нового мира, для жизни в новом мире. Мы проходим эти испытания. Мир, конечно, как я уже сказал, иногда делает вид, что он борется со злом, но по-настоящему миру не нравится жить без греха. В грехе есть наслаждение, Писание говорит, греховное наслаждение, кратковременное греховное наслаждение. Я недавно услышал, и это было страшное заявление, которое я вообще когда-то слышал за свою христианскую жизнь, когда верующий человек сказал, что ему нравится грех. Нравится грех. Это страшно. Это значит, тебе нравится жить без Бога, это значит, ты будешь отчужден от Бога навсегда, это значит, навеки навсегда ты будешь отстранен от Бога. Вы знаете, я вспоминаю историю в Ветхом Завете, в котором написано об Иосифе, как там одна женщина была очень ревнитель за то, чтобы можно сказать разоблачить беззаконие, вы знаете ее, да? И она громко кричала, но эта женщина мне напоминает символ всего этого мира, когда он кричит очень громко, что мы боремся с грехом и злом, а фактически весь мир лежит во зле, и если сегодня у мира отнять возможность грешить, они не видят дальше смысла жизни. Вы помните эту женщину? Это была жена Патифара, царедворца египетского фараона, когда привели Иосифа из Мальтяне, привели его в Египет, и он там купил у них начальник телохранителя. Это был довольно мужественный человек, потому что телохранители кому зря не доверят охранять фараона, правильно? Это был очень мужественный человек, и он знал свое дело. И когда он больше увидел Иосифа, и там написана очень интересная мысль, меня это удивляет, он говорит, 5 стих 39 бытие, с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. Дорогие друзья, один человек, но это человек Божий, и который жил по принципам Божьим, ради него Бог благословляет дом, все, что в доме и даже на поле. И Патифар этого не мог не заметить. Он это, конечно же, заметил. Дорогие христиане, много зависит от нас, где мы находимся, в каком окружении. Действительно, мы являемся детьми Божьими и живем принципами Царства Божьего. Люди это обязательно заметят. Они это увидят. Они это могут ценить. Но только в одних это может вызывать зависть, а в других это может раскаяние вызывать. Разная реакция. Но данная женщина, она склоняла Иосифа ко греху. И вы знаете, ему ничего не оставалось в тот момент делать, как просто убежать. Но в руках ее осталась одежда ее. И она кричать начала. Посмотрите, я какая честная. А этот негодяй пришел ко мне и хотел издеваться надо мной. Посмотрите. И конечно же поверили ей. Когда узнал хозяин об этом Патифар, конечно, муж ее, он сильно разгневался и отдал в тюрьму его сразу. Но, дорогие друзья, сегодня мы читаем эту историю и весь мир знает лукавство и подлость этой женщины. Весь мир. У Бога нету такого, что кто-то что-то когда-то сделал и сделал так, что потом никто больше ничего не знает. Бог абсолютно однажды выведет все во свет. И это меня утешает. Когда мы живем по-божьему, нам нечего бояться. Нечего бояться даже клеветы, когда клевещут, говорят плохое. Дорогие друзья, Бог все знает. И единственное утешение, когда мы можем передать это в высшую инстанцию, Божью инстанцию, где Он рассмотрит все справедливо. И так было с Иосифом. Бог его готовил, этого молодого человека, для особого места. Но он должен был пройти испытание. Братья и сестры, готовя нас к вечности, к новой жизни, нового человека, вы знаете, как мы должны стараться от всего сердца исполнять то, что угодно Богу. С большой радостью каждый день, постоянно, всегда, желая только угождать Ему. потому что мы явимся пред Ним, все будет открыто, и Бог не только смотрит на наши поступки, вот что мы сделали или не сделали, интересно, что Бог взвешивает наши намерения, с каким сердцем и что мы хотели сделать и для чего. Иногда людям непонятно, что мы делаем, и они стараются может быть по одному какому-то поступку судить о том или другом, и это часто бывает неправильно. И апостол Павел предупреждает, говорит, чтобы вы не судили прежде времени никого. Почему? Потому что придет время, когда все откроется, и даже наши намерения Бог откроет. И тогда каждый получит похвалу от кого? От Бога. Дорогие друзья, мы имеем эту чудную надежду, что бы в мире ни происходило, какие бы события ни происходили, мне, конечно, жаль страдания людей, но я скажу, что Бог долго терпит этот мир. Он уже достоин наказания, но у Бога есть какая-то определенная мера, никто из нас людей не знает, один Бог знает. Помните, как Бог истреблял эти народы, которые в ганаанской земле были? Он говорит, еще там мера амареев еще не дошла до полноты, чтобы наказать их. Друзья, вот так и здесь на земле. Чаша беззакония, она наполняется с каждым днем. И, конечно, потопа на земле не будет. Мы знаем из Писания, что мир не утонет, но мир утонет в своем зле. Мир своими руками готовит погибель этой цивилизации и всего, что на земле. Но без воли Божьей ничего не совершится до определенного времени. Еще Бог дает время благодати, еще мы можем радоваться о Боге спасения нашего, благодарить за то, что мы Его дети, за то, что Он примирил нас с Богом посредством креста, и что мы можем сегодня называться кем. И так вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Это очень, я бы сказал, большое преимущество и большая милость от Бога. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы любили нашего Господа больше и больше, жили жизнью угодной Ему, и имя Его, чтобы прославляло жизни каждого из нас. Аминь. Помолимся. Христос 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 Он Важно, где я теперь живу, Нам лыться в небне, внизу ворву, В стране родной, в стране чужой. Там, в небо, где Христос со мной, Вала Христу Он спас меня, Простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей. Там, в небо, где Христос со мной, Вала Христу Он спас меня, Простил грехи, открыл себя, На суше, в море, над землей. Там, в небо, где Христос со мной. Братья и сестры, я прочитаю нужды, мы выслушаем их и помолимся. Слава Богу за благополучный перелет из Украины в Америку. Дорогая Церковь, мы благодарны Господу, что Он не постыдил надеющихся и уповающих на Него. Слава Богу за услышанные молитвы и положительное решение суда. Ваша сестра в Господе и дети. Благодарите вместе со мной, Господа, за благополучное рождение внучки. И пусть Господь благословит и маму, и девочку, сестра Зина. Прошу Церковь помолиться за нашу доченьку, чтобы Господь ответил на ее нужду, родители. Прошу Церковь помолиться за сына, он очень нуждается в Божьем исцелении, мама. Прошу Церковь и я вместе помолиться за нашего сына на Украине. Он после операции в больнице. Неся служение регента хора, он нужен и для церкви, и для дома. Брат Александр. Дорогая Церковь, прошу помолиться у племянницы в Германии, ее имя Наташа, 30 лет, имея четырех детей, будет сложная операция 13 августа, опухоль головного мозга. Да благословит наш Господь руки врачей, сестра Рая. Прошу Церковь помолиться о сыне Володе, чтобы Бог освободил его от власти лукавого и защитил в сложной ситуации ваша сестра в Господе. Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа и его напарника. Они уехали в дальний путь, и машина сломалась, чтобы они вернулись живые и здоровые супруга. Прошу Церковь помолиться за моего сына. Он завтра выезжает поездом с Донецка в Россию, чтобы Господь сохранил жизнь его в пути, где он будет находиться, мама. Прошу помолиться Церковь, чтобы Господь благословил и сохранил наших детей в дороге. Пожалуйста, помолитесь за моего зятя, чтобы он получил работу и мог содержать свою семью, сестра Валентина. Это все наши нужды. Давайте о них помолимся Господу. Дорогой наш и любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что сегодня Ты даешь нам эту надежду, что ту преграду, которая некогда стала между Отцом и нами, преграду греха, Ты разрушил кровью Своей, плотью Своей. Мы благодарим, что сегодня мы имеем этот свободный доступ к престолу благодати. И вот приступаем к Тебе с дерзновением, как дети к Отцу Своему. Мы хотим прославить Твое Святое Имя, что, Господи, Ты любишь нас, что Ты заботишься о нас, что Ты даешь нам прощение, восстановление, Господь, и освящаешь нас. Господи, молитва наша сегодня о многочисленных нуждах Церкви и народа. Хотим поблагодарить Тебя, что Ты даешь радость рождения детей в наших семьях, что Ты даешь радость, Господи, когда посылаешь исцеление и врачевание. Благодарим Тебя, Господь. Что Ты даешь радость, когда посылаешь охрану в переживаниях жизненных, в обстоятельствах. Благодарим Тебя и просим, чтобы те нужды, которые сегодня высказаны здесь, об исцелении больных, о предстоящей операции вот этой сестре Натальи в Германии, Ты прикоснись, Господь, и благослови руки врачей, чтобы они особо получили от Тебя благословение в этом деле. Благослови, Господи, тех, кто упывает на Тебя в дальних дорогах и переездах, на транспорте, кто на поезде едет. Особо просим Тебя, вот там на Украине семья переезжает, Ты их сохрани, Господь. Пошли безопасность физическую и мир духовный. Мы просим Тебя также, Господи, за малых наших, за детей, о ком совершаются молитвы, за тех, кто остыл, ослабел, охладел духовно и не желает идти навстречу с Тобой. Ты знаешь их имена. Мы сегодня просим Тебя вместе с родителями, коснись сердец наших детей и дай им этот дар покаяния, глубокого, искреннего и сердечного. Господи, мы хотим попросить Тебя также за тех, кому предстоят суды. Господи, пошли Твою защиту. Пошли также мужество, мудрость, Господи, и стойкость претерпеть то, за что нас наказывают, за наши дела когда. Чтобы мы, Господи, подобно апостолу Павлу, могли сказать, что за что, Господи, не отказываюсь понести наказание. Господь, мы хотим попросить Тебя, чтобы Твое благословение было на всю эту трудовую неделю над нашим народом, над церковью нашей, над детьми, над молодежью. Сохрани во всех путях, Господи, и сохрани в обстоятельствах жизни, благослови в работе. Особенно пошли вот мужьям работу, Господь, чтобы они могли содержать семьи, приносить насущный хлеб в дома. Услышь все эти многочисленные нужды и молитвы. Мы просим Тебя, уходя на эту неделю, так же, чтобы мы могли молиться, пребывать в молитве за Украину. За те бедствия, которые там идут, за войну, за кровопролитие. Господи, останови это. Вразуми царей и начальствующих, Господь, смири тех, кто что-то делает для того, чтобы продолжалась эта война. Обуздай, Господи, это кровопролитие. Мы просим Твоего мира и благодати на наши семьи. И благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok